Всем привет, ребят! С вами Механик. Сегодня у нас Евротрак Симулятор 2 и мы едем в Москву. А в это видео попадают следующие ребята. Ставь лайк и пиши комментарий, если тоже хочешь попасть в видео. Итак, ребят, мы находимся в городе Энгельс. И сейчас я вам покажу карту, чтобы вы удостоверились, что мы едем действительно в Москву. Вот, смотрите. Сейчас мы находимся вот Энгельс, Саратов, тут Тамбов у нас и Москва. В общем, поедем по этой дороге, получается, до Москвы. И дальше у нас есть Санкт-Петербург, и у нас есть Витебск, Минск. Очень много интересных городов, в которых хочется побывать. Так что надеюсь на вашу поддержку, надеюсь, что эта карта вам понравится, и мы будем ездить по ней достаточно много. Жаль, конечно, что здесь нет Самарской области, моего родного города Самары. Я бы оттуда с удовольствием поехал тоже в сторону Москвы, но ничего страшного. Также знаю, что есть дополнение к этой карте. Вроде как Украина есть и прочие города. Да? Короче, давайте, навалите лайков побольше, если вам хочется эту карту прямо полностью, чтобы я исследовал и объездил ее просто все уголки. А перед началом ролика рекомендую вам посетить мой магазин игр. Здесь вы найдете ключи и аккаунты по самым низким ценам. А также получаете хороший подарок за любую покупку в магазине. Все это и многое другое в магазине Механика. Заходи и покупай. Ссылочка в описании. Да, кстати, сейчас я еду прям сразу забирать груз. Вот, по-моему, на этой базе он находится, а у меня... У меня что-то не работают поворотники. А, потому что, наверное, фура... Фура слом... Тихо-тихо, пусти-пусти-пусти. Вот, нормась. Нормась. Вот она. Вот мой груз. И он у нас... Кстати, а докуда груз-то уже? Я что-то и забыл. Но я знаю, что через Москву мы поедем. А вот куда точно уже и не помню. Ну, ладно. Ничего страшного. По пути, так сказать, разберемся. Так. Нам уже куда-то еще на ремонт будет заехать. И сейчас я решу вопрос с поворотниками. Потому что без поворотников ехать... Ну, это такое себе удовольствие, если честно. Так. Есть у нас прицеп. Надо нажать на кнопку Т. Все, поднимаются опоры прицепа. И... Кажется, у нас уже есть груз. О-о-о-о! Вот это круто! Да? Давайте быстренько я решу вопрос с поворотниками. Чтобы они у нас были. Потому что без них, ну, как-то совсем не круто будет. Так. Клавиши управления. Быстренько смотрим. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1... 2... 3... Успел? Красавчик! Так. Поворотник, поворотник. Где же он? Левый указатель поворота. Это у нас будет вот этот. А правый, собственно говоря, вот этот. Вот и все. Все остальное вроде как... Вроде как нормально. Свет у меня, по-моему, включен. Давай-давай. Заводись, заводись! Вольвочка! О! Поехала, родимая! Да, свет есть. Так, ну и все, смотрите. Мы можем с вами выдвигаться уже. Почему-то у меня не убирается вот эта вот штука. Вот эта. Ну, вы поняли, какая, где показано состояние грузовика. Не знаю, с чем это связано. Но она у меня не убирается. Так. Что-то я, наверное, не мог здесь выехать. Ну, ладно. Пришлось через двойную сплошную чпикнуть. Чпэкнуть пришлось через двойную сплошную. Тягач нуждается в ремонте. Это я уже и так понял. Здесь ЖД-переезд такой был импровизированный. Ну, ладно. Нам ехать. Ух ты, какие рекламные щиты тут. Нифига себе. Нам ехать с вами практически тысячу километров. 975, по-моему, если бы... А, нет, подождите. Это до Москвы 975. А нам же ехать-то. Сейчас мы попробуем найти информацию. Да, вот смотрите, спецоборудование. До Бреста нам нужно ехать. Итого у нас получается... Так, проезжаем достаточно красивый город. Вот, Энгельс. Ребят, кто с этого города, передаю вам всем привет. Смотрите сами. Красивенько здесь у вас. Мне нравится. Так все чистенько как-то. Погода хорошая. Ну, я понимаю, что погода это не ваша заслуга. Но все равно. Так, у нас, судя по всему, полный бак бензина. Хотя непонятно, почему он полный. Я вроде не заправлял его. Ну, ладно. Главное, что он полный. И немного покоцанный грузовик. Но самое главное, что прицеп целый. Вот это самое для нас главное. Постараюсь его довести в целости и сохранности. Так, сейчас мы будем поворачивать, кажется, налево. Да точно будем поворачивать налево. Я бы, наверное, лучше прямо поехал. Что это у нас? Главная дорога здесь такая идет, что ли? Ой, какой непонятный поворот. Наверное, не надо было включить поворотник. Потому что, типа, тут все повернули просто налево. Так, третья. Пошла, пошла, пошла. Вольво что-то, если честно, не особо тянет. Я прям думал, что она будет какая-то такая гоночная, спортивная. Она что-то не особо тянет, если честно. Так, колечко, колечко, кольцо. Проехал насквозь его. Вот, на зеленый светофор попали. Вообще шикарно. Слушайте, немного нарушаю. 64 в городе. Ну, хотя вон уже красный светофор. Особо, в общем, не погоняешь. Ну, посмотрите, прикольный город такой. Прямо такой хороший. Спокойный, спокойный. Ничего такого вообще нету. Очень, очень прикольно. Так. А мне надо перестраиваться, да? Потому что мне нужно сюда поворачивать. Потихонечку перестраиваюсь. Оп. Двигатель заглох. Но завелся. Заглохнул. Посмотрите, сколько уборщиков на улицах. Вот это прикол. Так, а где мне на следующем, что ли, поворачивать? Я что-то уже подумал, что здесь поворачивать. Такс. Да, вот здесь поворачивать. Смотрите, в сторону Саратова получается. Отлично. Спецоборудование. 16 тонн, ребята. Не знаю, что здесь по расстояниям. Реальные они или нет. Посмотрим. Очень хочется, чтобы были, да, реальные расстояния. Потому что, ну, сами понимаете, так гораздо интереснее. Гораздо дольше нужно ехать. И больше всяких объектов на дороге. Куча русских машин здесь стоит, что, опять-таки, меня радует. Хотя я никаких модов на трафик абсолютно не ставил. Такс. Чпоньк. Чпоньк. И пошел. И пошел, родимый. Такс. Тут чего у нас? Уступаем. Ой. Нифига себе тормоза какие у Ольва хорошие. Просто шикарные тормоза. Так. Мы уезжаем вот сюда. Первый сворот получается. Прям не напрягаясь. Надо, наверное, меньше тормозить. Потому что я что-то прям очень сильно оттормаживаю вольвешник этот. Опять движок заглох. Да брось. Так. Во. Со сцепления завелся. Нормально. Можно пролетать вот эти. Как это? Не лежачие полицейские. А рельсы, короче. Можно пролетать нормально. Видите? Мягонько проходят. Я думал, что будет подпрыгивать машину. Кидать ее куда-нибудь. Ну, как. Помните, раньше это было в кочку наезжаешь и просто улетаешь. Нет. Здесь такого нет. Так. Товарищ ГИБДДшник. ГИБДД. ГИБДД. Опа. Река Волга, родимая. Ребята, пипец. Да, вот узнаю. У нас примерно так же вот она выглядит в нашем городе. Река Волга. Издалека долго течет река Волга, как говорится. Так. Что это у нас? Все. Выезжаем из Энгельса. Так. Так. Я тут не смогу обогнать. Ребята, вы что делаете-то? Ну, что вы? Ну, что это опять за дичь вот эта вот начинается тут у вас? Камеры, что ли, стоят на мосту? Я не понял. Ну, вроде мы и так 60 уже едем. Ну, куда меньше-то? На 40 я вроде не видел знака. Чего никто не едет? И вот этот вот уродец берет и не едет просто. Ни один не едет, ни второй не едет. Как вообще тут ехать? Я не понимаю. Потому что ветер сильный такой. Так. А тут чего? Как ехать-то? Должны мы, по сути, были ехать, наверное, по какой-то... Опа! Мы уже в Саратове, ребята. Офигеть просто можно. Уже въезжаем в Саратов? Ну и чего ж ты сделал-то, а? Ну? Дружище, ты чего встал-то? Ёк-макарёк! Ну давай, ехай! И заглохла у меня фура. Так, срочно мне нужен какой-то ремонт. Прям вот срочно. Смотрите, какой интересный город, ребята. Ребята из Саратова, кто живёт, всем привет. Так. Видели, какая чёткая реклама? Самое время расстаться с невестой. Не работает светик тут у нас. Так, сильно не гоним. Всё-таки город, как-никак. Узкие улочки. Но это одностороннее здесь движение. Видите, как круто сделано? Одна, получается, дорога в одну сторону. Рядом идёт параллельная в другую сторону. Ну, не знаю, насколько удобно в реальной жизни. Но здесь, по крайней мере, прикольно. Можно немного даже полосность нарушать. И ничего за это тебе не будет. Такс, 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 такс. Надо внимательно, внимательно не пропустить поворот какой-нибудь. Вот уже вижу какой-то впереди поворот. Зелёный светофор. Идеально просто. Идеально нам везёт с вами. Слушайте, ну очень здорово. Очень здорово. Пока не видел чего-то похожего здесь на... На ремонтную станцию. А мне она очень нужна, потому что движку просто хана. Всё, он всё начал опять глохнуть, да? Так, смотрите. Получается кольцо. Залетаем на район. И по кольцу... У нас кольцо теперь главное получается. Так, и включаем съезд. Поворотник на съезд с кольца. Обалдеть. 60 у нас ограничений. Ну, собственно говоря, можно ехать 79 км в час. Так, постараюсь не сильно расходовать топливо. Хотя в городе это вряд ли... О, давай-давай, зелёный, зелёный. Отлично, отлично прямо. Вот это везуха. Знаете, прямо это... Родными краями веет. Офигеть. Ну, у нас примерно вот... Ну, похоже всё. Всё похоже в Самарской области. Очень-очень прикольно. Ах, класс. 16 тонн даже не чувствуется, если честно, этого груза. Потому что вольвешник всё-таки я поставил мощный двигатель. Вон, автомойка, автомойка. Ох! Так, ЖД-переезд чуть-чуть не пролетел. Третья. Пошла, 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 пошла. Давай-давай-давай-давай. Вольва, давай-давай-давай-давай-давай. Нормально, нормально, пошёл. Оп, четвёртая. Шестиступенчатая автомата. У меня здесь стоит. Ну, не автомат свысли, а коробка передач. Не автомат. Просто шестиступенчатая. Я просто нарадоваться не могу, понимаете. Типа, ну, практически родные просторы вижу здесь. И это... Примерно понимаю теперь тех ребят, когда я ехал там в сторону Байкала, и вы писали, типа, вот это, это там мой город, я здесь живу. Да, ребят. Кстати, кто из этих краёв, тоже пишите. И вообще, пишите. Вот, ну, вы видели карту в самом начале. Если, если там есть ваш город, если вы его увидели, узнали, то обязательно напишите об этом. Будет интересно. Тем более, что мы все эти города практически будем проезжать. Возможно, буду специально заезжать в каждый город, чтобы показывать, как он здесь выглядит. Ну, мне кажется, это будет интересно. Так, светофорик, светофор. Тормози. Нифига он как резво просто повернул. Чпоньк. Ну, что тут? Авторемонта нету, да? Да, авторемонта опять нету. Странно. Слушайте, реально странная фигня. Я не понимаю, как, как и чего. Вот куча просто всяких грузовых станций. Ой, тихо, тихо, спокойно, спокойно. Это че, куча грузовых станций, но отремонтировать фуру абсолютно негде. Не понимаю, как это здесь работает, но будем надеяться, что что-то у нас будет на дороге. И, к сожалению, я даже теперь не могу включить... У меня практически ничего вот из-за F-ок не работает. Только вот так могу переключиться. Ну, и F1, который паузу ставит. Не знаю, в чем дело. Возможно, надо игру перезагрузить. Может быть, будет все работать. Ну, вы сами видите состояние грузовика. 31% повреждений. Это вам не шуточки. Действительно, глохнет постоянно, что, в принципе, напрягает. Вот, опять в горку заглох. Ну, главное, что... Да ладно, мы что, Саратов так быстро проехали? Слушайте, ребят, так мы... Может, сегодня и до Москвы успеем доехать? Я, конечно, думал, что здесь... Ну, побольше будут расстояния. Так. Саратовский район. 90% можно топить. Офигеть. Чикс, чикс, водитель. Будь осторожен. Пристегни ремень. И соблюдай скоростной режим. Я просто уверен, что он так был написан. Я не успел прочитать. Потому что я медленно читаю. Ну, как бы в школе не учили. Ну, вернее, как в школе заставляли читать быстро. Не помню, как называлась эта тема. Но ты должен был то ли за минуту там, то ли за сколько-то прочитать. Сколько-то, типа, успеть. Сколько-то там предложений или слов прочитать. Короче, та еще фигня была. Ну и вон нафиг. Зачем вообще заставлять, если ты не хочешь? Так. Вот сюда, что ли, мы поворачиваем? Нифига, какой крутой поворот тут. Оп. Закладываем потихонечку. Знаете, очень приятное управление фуры вот этого Вольва. Конечно, это не КАМАЗ. Наш любимый с вами КАМАЗ, который прет как просто сумасшедший. Но, тем не менее, фура реально хорошая. И она действительно комфортно управляется. Знаете, что? Дороги хорошие, на удивление. Дороги просто, на удивление, хорошие. Так, а шестая имеется? Ой, даже шестая имеется. Ну, сейчас разгоним тогда. Так, сколько у нас скорость? Практически 90. 86. О, и опять глохнет, а. Так, шестая передачка пошла. Ну, чтобы не расходовать топливо, чтобы обороты были в зеленой зоне постоянно. Сами понимаете, все-таки не бесплатно стоит топливо сюда на этого Вольвешник, а расходует она, дай боже. Так что надо все равно немного экономить, где это возможно. Но, опять-таки, где можно, то можно и притопить. Вот тут, я думаю, что камер никаких нет, поэтому и лупашим 140, кстати. Ничего себе, 140 лупим. Куда? Куда 145? Больше не едет. Вот, выехали мы на какую-то трассу, получается, уже. Посмотрите, никого абсолютно нет. Просто тишина вообще. С одной стороны, конечно, это тохло так ехать, ну, типа, когда нет машин ни встречных, ни поперечных. Но, с другой стороны, очень, очень быстро, мне кажется, можно проезжать маршрут. Тем более, если взять какой-нибудь КАМАЗ, который мы до 200 с вами разгоняли, помните? Ну, правда, под горку это было, не знаю, сколько он по прямику пойдет. Но, я думаю, что прилично можно его разогнать. Так, опять, вот здесь какой-то паркинг, ремонт, что-то там непонятно, но непонятно где это все, понимаете? Вот я вижу какое-то вот, там, не знаю, деревня, село какое-то, а где мне машину-то отремонтировать? Ой. Ой. Что, обгоняем? Обгоняем. Давай, дружочек, до свидания. Слушайте, а может мы и до Москвы долетим? Может, в Москве, там, в Москве по-любому найдем грузовой автосервис. Да, я понимаю, что нам, типа, еще до Преста ехать, но я вот об этом и говорю, что, типа, до Москвы, там найдем автосервис какой-то, и все. Кстати, сейчас 150 была скорость. Знаете, ну, слишком комфортно как-то ехать, даже немного скучновато, что ли. Может быть, ограничитель какой-то у меня стоит, поэтому скорость ограничена 145-150 км в час. Хотя, может быть, в Ольвешник этот просто больше не едет. Все-таки коробка передач у меня такая обычная, то есть без делителя. Можно было взять, там, 12-ступенчатую с делителем, но я этого намеренно не стал делать. Вот дорога началась. Наша любимая своя. О-о-о-о-о. О-о-о, идеально проходит. Посмотрите, как, посмотрите просто, как собака головой трясет по такой дороге. Так, ребят. Знаю, что на мосту делать этого категорически нельзя, но... Той, менты, менты были, вы видели? Так, тут что у нас? Все спокойно. В Багдаде все спокойно. Вообще, слушайте, мне нравится. Крутяк. И самое главное, что вот эти кочки, которые есть, ничего никуда не отлетает. Фура как шла прямо, так и идет. Это просто космос какой-то. Этого, вот этого мне очень не хватало, если честно. Вот прям очень не хватало такого, когда мы играли в... За Байкальской или Байкальской карте, где постоянно какие-то кочки, колдобины, и ты просто улетал с трассы. Вот разогнался хорошенечко, прям, пинг, и улетел. Вот этого мне... Ну, именно вот такой дороги, хорошей, обычной, мне реально не хватало. Блин, крутяк какой, а? Спокойно сидешь, машин нету, класс! Ох, ребята, можно вообще тысячи километров в день наматывать по такой трассе. Вот реально вот по такой можно тысячи просто мотать. Посмотрите. Никаких легковушек, ничего нету. На встречке есть, но это совершенно другая полоса. Это идеальная дорога, просто ровная, без всяких штук. Офигенно! Очень нравится. Всех обхожу просто как стоячих. Ну, как бы... А в принципе, а что мне камеры-то? У меня номера польские. Сейчас попробую вам показать. Смотрите. Или... Ну, на прицепе не польские, а на фуре-то. Смотрите, какие. В этом что-то куда-то... Ой, опять заглох. Тихо, 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 дядька, тихо. Кольцо, кольцо, кольцо. А Вольво-то могет. Вольво могет, пацаны. Вольво вообще тащит просто дуром. Куда? Куда она так круто едет? Я не понимаю. Зачем так круто? Я даже в аварию еще ни разу не попал. Это вообще удивительно. Сейчас обгоню вот этого паренька. Просто гонки дальнобойщиков, смотрите. Так, не работает что-то у меня сигнал. Видимо, все настройки сбились, потому что, получается, это новый аккаунт. Пришлось его сделать, чтобы эта карта заработала. Движок опять начал глохнуть. Сейчас, благо, под горку завелся. Так, все, перестраиваюсь в свой ряд и спокойненько буду топить. Разгоняй до 150 опять, до 140 и буду лупашить просто вообще на все деньги. Кстати, что у нас по топливу? Ну, немного израсходовалось, но вообще прям незначительно. Наверное, где-нибудь 1,8 вот так вот примерно израсходовалось. Нифига себе загнул, 1,8. Так, шестая есть? Есть. Фух, ну просто крутяк, если честно. Просто крутяк. Не знаю, сколько мы проехали. Ну, с учетом того, что мы с вами очень быстро проехали Энгельс и Саратов, я думаю, что мы прилично уже... Ну, полпути, может быть, нет, но я думаю, километров, наверное, 200 точно проехали. Так, никаких просто обознавательных знаков, ничего здесь нету. Это немного пугает, с одной стороны. А с другой стороны, это похоже на Россию. Все, все реалистично сделано. Так, аккуратненько обгоняем. Смотрите, вот что за тачка впереди пошла, я не успел разглядеть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за тачка. Реально не успел. То ли, то ли BMW, то ли... Ух ты, что делаешь-то, черт? Ты что творишь? А, ты, сволота. Автоподставщик сраный. Сейчас я тебя догоню. Сейчас я тебя догоню. Наверное, не догоню уже. Так. Что там у нас? Никого нету. Сейчас перестрою, чтобы... А, тут все равно у нас сужение дороги идет. Ну, ладно. Ну, пипец, конечно, вы видели, как подставился. Мало того, что он, ну, себя типа так подставил, так он бы просто вымер, как динозавр, если бы я в него вот так въехал. Сами понимаете, фура груженная. Все-таки 16 тонн везу, как-никак. Просто бы, как динозавр, вымер. Ой, дождь начался. Ну, что же за фигня, а? Что-то мне прямо не фартит как-то. С погодой. Вроде так хорошо все начиналось. Так, смотрите, Воронеж. 300 до Воронежа, по-моему, осталось. Так. Тут надо притормаживать, потому что все-таки крутой поворот. Тем более на мосту. Достаточно узко. А хотя нет, не очень крутой. Идет, идет. Хорошо заходит поворот. Фура. Дождь начался пипец сильный. Смотрите, как из ведра просто льет. Что, молния, что ли, еще фигачит? Обалдеть. Просто обалдеть, пацаны. Так, чего у нас тут? Вообще ничего не видно. Очень плохая видимость стала. Ну-ка. Сигнал работает, дальник работает. Все, в принципе, хорошо. Обгон запрещен. Ну, а что делать? Что делать? Машина уже разогнана. Не будешь же оттормаживаться прямо так на мосту дико. Так-с. На этом мы проехали. Не успел посмотреть что, но что-то на Т проехали. Странно, потому что я не видел, когда мы въезжали во что-то на Т. А вот проехали мы это довольно-таки быстро. Ну, видимо, тоже какой-то населенный пункт. На Т. Не там Буфли мы проехали? Слушайте, давайте быстренько посмотрим мы с вами карту, потому что уж что-то мне стало прямо интересно. Что же мы проехали с вами? Где мы вообще находимся? А, нет, слушайте. Нифига себе, сколько мы проехали. То есть мы сейчас через Бориса Глебск едем в сторону Тамбова. А что проехали, ну, почему-то здесь не отображено. Ну, ладно. Довольно мало, конечно, здесь сделал вот этот город. Я не знаю, как там Москва. И через Тамбов, посмотрите, мы не совсем проезжаем. То есть мы по одной дороге едем. И здесь дальше до Москвы. Ну, тоже здесь, видите, половины Москвы нет. Но интересно все равно будет посмотреть. Так. Поехали дальше, что ли? Только я сейчас быстренько, быстренько звук немного убавлю, а то что-то он какой-то громкий стал. Вот так вот где-то сделать нужно. Дождь все-таки сильно очень льет. Его прямо очень сильно слышно. Так, шестая, наверное, передача нам уже нужна. И едем потихонечку. Ну, как потихонечку? 130, не совсем потихонечку, конечно, но стараемся лупашить. О, ремонт, ремонт! Ремонт, ребята, ремонт! Где-то здесь сейчас ремонт будет. Ой, что за подвисание? Подвисание мне не нравится. Так, где-то вот тут ремонт. Давайте заезжаем сюда на рембазу и будем искать его. Где он вообще находится? Сейчас, 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 ребят, сейчас отъеду я. О, ремонт, реально! Так, а как... Как мне туда попасть? Да что мне... В смысле? Что, реально, что ли, вот так надо заезжать? На фуре, что ли, в эту фигню? Да я... Я влезу хоть сюда. Вообще, влезу хоть. Блин, у меня прицепом я сейчас цепану немного. Я не вылезаю! Прицеп не лезет. Так. Давайте я выйду, наверное, сейчас как-то. Как... Как мне быть-то тут? Блин, а как мне быть? Прицеп отцепить, что ли? Тогда задание отвалится у меня. Ну-ка. Что-то я прикола не понял. Вот давайте просто визуально, как это вообще выглядит. Ну? Наверное, не... Так она вся кабина у меня не влезает. Понятно теперь. Так, ну... Что же нам делать? Не знаю, что делать. Придется ехать так дальше. Не можем мы заехать в этот автосервис, к сожалению. Давай, давай, заводись. Давай, давай, давай. Вольвешник, давай, 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 давай. Оп! Короче, отпускаешь резко, когда сцепление на... Типа, ну, двигатель глохнет, но потом заводится. То есть, я не знаю, как это... Как это работает, с чем это связано, но вот так вот как-то. Оп! Извините, не увидел. Чпоньк! Это куда я въехал? Или в меня кто-то въехал? Что-то я не понял. Походу, в меня кто-то влупился. Блин. Еще лишних 2% повреждений. Это, конечно, вообще мне не на руку. С учетом вот таких вот автосервисов. Ну, это просто пипец, ребят. Это просто пипец. Мы проезжаем в какую-то деревню прямо, смотрите. Обалдеть! Прямо через... Ну, нет, хотя вот дома стоят. Это не деревня. Не знаю, в общем, какой-то населенный пункт. Кто знает, что за населенный пункт, скажите, пожалуйста. Интересно будет прочитать, что это такое. Вообще. Да, да. Нам еще ехать с вами и ехать, конечно. Приходится держать немного оборота, чтобы фура не глохла. Так, а чего мы? Чего мы встали-то? Поехали. Вот. Ну, давай, давай, поехали, братан, ты что? Кого тормозишь? Куда? Поехали. Зеленый нам все-таки как-никак. Обогнать бы его, что-то он какой-то тормозной. Сейчас вот, наверное, за машиной я его обгоню. Или там еще машина началась. Да что ж такое-то? Только что ехали, никого не было. Тут посмотрите, машин сколько. Ой, зеленый. Чтобы никто не повернул. Все хорошо. Все хорошо прошло, ребят. Вот это, вот это мне нравится. Когда все хорошо проходит, вот это мне чисто нравится. Так, посмотрите, просто какой-то, не знаю, что это за населенный пункт, но выглядит прикольно. Приоры всякие припаркованы, жиги. Офигеть просто. Как будто в сити-кар-драйвинг играешь. Так, пятая передача. Пост на что-то на Б какой-то. В смысле, это уже был Борисоглебовск или как это? Серьезно? Серьезно мы уже проехали? Река Ворона. Так. Да, Борисоглебск. Ой, как вынесло меня на встречную полосу. Так, давай, 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 Вольво, в горочку вытягиваем потихонечку на подъем. Ты же не КамАЗ все-таки, надо вытягивать. Так, с чего у нас здесь? Здесь ремонт может какой-нибудь будет. Вот видно, что там вроде как заправка, судя по навигатору, но ремонта не вижу. Да, заправка, стоянка, никакого ремонта нет. Эх, 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 что же делать-то мне, а? Блин, я даже не знаю, ребят, что делать в такой ситуации, если я не могу получается нигде отремонтировать фуру. Ну, буду надеяться, что, возможно, в Москве что-то будет. О, на Москву поворот уже, офигеть. Нам еще прилично ехать, где-то полдороги, даже больше. Но сам факт того, что мы едем, это просто меня радует. Так, ой, думал, что уже не заведусь, если честно, потому что, ну, вы сами видели, типа, давишь-давишь, а она не заводится. Так, потихонечку, пятая передача, вот здесь я должен уступить дорогу, но нет никого, так что можно смело выжить 90. Просто, вот, дождичек кончается, шикарно, просто шикарно. После дождичка в четверг едем с вами мы в Москву. И шестая передачка пошла просто на расслабоне, вообще, просто релаксируешь. Просто релаксируешь от такой дороги, от такого вождения здесь. Очень все спокойно, очень прикольно. Даже можно ногу, которая, типа, на сцеплении, там, постоянно где-то рядышком, можно куда-нибудь убрать там, поставить. И вообще спать хочется просто от такой дороги. Настолько она какая-то вот такая прямо безмятежная, такая крутая. Я сейчас засну, ребята, офигеть. О, начались русские дороги, ну, наконец-то, наконец-то, русские дороги. Он отбойником фигачит, там, та-та-та-та-та, вот этим молотком отбойным. Так, ну, смотрите, 130, что-то больше не едет пока. Хотя, вроде как, и ровная дорога была. Ну, вот, 140 с горочки. О, пошел, 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 давай, давай, сейчас фуру будем обгонять. Это там не встречная была, случайно? Ой, ё-моё! Встречная была, ну, ничего, успел красиво. Успел красиво, вот собака. Смотрите, как головой виляет. Оп, оп, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Специально прикупил DLSX, DLC-шек с вот этими штуками, которые в салон вешаются. Прикольная тема. Ну, пришлось несколько еще дополнительных DLC с картами купить, чтобы заработала именно вот эта карта. Ну, ничего, надеюсь, что она того стоит. Мне пока очень нравится. Так, машин мало и что это у нас тут? А, нет, показалось, как будто трубы какие-то на дороге лежат, но нет, чисто показалось. Все нормально. Такс. Опять, опять непонятно, сколько нам ехать, но Москва где-то впереди. Тут у нас остановочка, остановочка. А знаете чего? А давайте-ка мы, наверное, с вами тормознем вот так вот. Вот так вот мы сейчас с вами рядом с братишками. Рядом с братишками вот так вот сейчас тормозну я. Может, помогут они мне как-то отремонтироваться? Нет? Не знаю даже. Потому что, ну, опасно, конечно, так ехать. Так, а мы там проезжаем. Что-то я, наверное, близко поставился, да, с ними. Ну, так, просто по-братски, чтобы, ну, знаете, там, пообщаться, заобщаться. Так, все, нейтралочка. Нейтралочка, все есть. Знаете что? На этом, наверное, эту серию я закончу. Если вы хотите быстрее увидеть следующую серию, то давайте наберем хотя бы тысячи три лайков, и я сразу же сниму следующую серию в продолжении этой. Поедем дальше в Москву, ну, и так далее. Будем двигаться дальше. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Надеюсь, вам понравилась эта карта. Надеюсь, понравилась машина, которую я выбрал. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Механик, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok